Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейх Гаусс, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! В конце 70-х годов компания Vickers Defense System по собственной инициативе создала основной боевой танк Valiant, который впервые был показан в 1980 году на выставке снаряжения британской армии. Он был вооружен 120-миллиметровой танковой пушкой Royal Ordnance, системой управления огнем Marconi и спроектирован под новую броню компании Чопхэ. Valiant был показан на Среднем Востоке, но заказов на поставку не получил. После этого компания обнаружила, что многие заказчики считают, что башня Valiant может быть установлена на шасси, имеющие много элементов ходовой части танка Leopard 2, стоящего на вооружении Западно-Германской и Голландской армии, и заказанного также Швейцарской армией. Первый прототип такого танка, названного Vickers Mk7, был готов в середине 1985 года и в конце года направлен на испытания в Египет. Танк специально был создан для экспортного рынка, так как британская армия уже получала более тяжелый танк Challenger с такой же пушкой. Vickers Mk7 имеет стандартную 120-миллиметровую танковую пушку. Спаренную с ней установлен пулемет Chain Gun калибра 7,62 мм компании McDonnell Douglas Helicopters. В бойкомплект входят 38 120-миллиметровых выстрелов и 3000 патронов для пулемета. В качестве альтернативы пушки L11A5 может быть установлена западно-германская 120-миллиметровая пушка Rain Metal. Vickers Mk7 имеет систему управления огнем Centaur-1, производства Marconi. Как командир, так и наводчик могут вести прицеливание и стрельбу из пушки, которая стабилизирована и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости. Командир имеет французский панорамный прибор наблюдения SFIM, позволяющий выполнять круговой обзор, не поворачивая свои головы. Прицел включает в себя лазерный дальномер. Наводчик имеет оптический лазерный прицел и установленный на крыше башни перископический прибор наблюдения. Также на крыше башни установлен гиростабилизированный панорамный прицел, передающий тепловизионные изображения на телевизионные экраны командира и наводчика. Он имеет очень полезное устройство автоматического сканирования заданного участка обзора, и если появляется изменение в тепловом изображении, звучит предупреждающий сигнал. Стандартное оборудование включает в себя фильтровентиляционную установку с системой радиационной, химической и бактериологической защитой, и противопожарное оборудование для моторно-трансмиссионного отделения. Дополнительно можно устанавливать зенитный пулемет на крыше, полностью автоматическое противопожарное оборудование для обитаемого отделения и систему кондиционирования воздуха, особенно нужную в условиях Ближнего Востока. Но машина так и не нашла покупателей, и компания Викерс сосредоточила все внимание на танке Челленджер 2. Продолжение следует...